Играешь в Доту или КСГО? А ты знал, что на этом можно нехило зарабатывать? Тебе поможет Dropstock.ru! Продавай игровые вещи за реальные деньги без комиссии! Покупай моментально дешевле, чем в Steam! Зарабатывай на привлечении друзей! Заходи на Dropstock.ru прямо сейчас! Ссылка в описании! Всем привет! С вами Игорь Линка, и это новый выпуск репортажей со дна! Что произойдёт, если Джиггернаут ультанёт в лоту сорв? Самая неудачная попытка в соло забрать Рошана за всю историю доты! Всё это и многое другое вы узнаете из сегодняшнего выпуска! Приятного просмотра! Ну а начнём мы сегодня со Спирит Брейкера, который вполне резонно прикупил себе лоту сорв под Джиггернаут из вражеской команды, по всей видимости, подумал, что это просто какой-то красивый розовый шарик и в итоге бешеная корова летала в ульте Джиггернаута в течение нескольких секунд, а в итоге ещё и прикончила траксу. Нет, не подумайте, я всё прекрасно понимаю. Конечно, игроки иногда по ошибке используют свои скиллы во вражеский лоту сорв, и иногда это даже ультимативные способности. Но, чёрт возьми, я в первый раз вижу, чтобы Джиггернаут ультовал в чей-то лоту сорв, и знаете, это действительно выглядит забанно. Вот уж никогда бы не мог подумать, что такая жирная махина, как Баратру, может так резво прыгать от противника к противнику. Вот уж по-настоящему бешеная корова. А следующий фейл, на мой взгляд, представляет из себя самую неудачную попытку забрать Рошана вообще за историю доты. Фантом Лансер вообще даже не задумывается о том, что здесь может быть Никс, выложил Медас, бьёт Рошана, вот-вот заберёт его, но сюрприз, здесь есть Никс, он даёт догон в Фантом Лансера, убивает его, подбирает Аегис, и уходит, но не подумайте, что он забыл о Медасе. Ему напомнила об этом Легион Командер, которая вместе с ним вернулась обратно, разбила его, а тут ещё и Курьер прилетел, который должен был забрать этот Медас, но в итоге забрали самого Курьера. Честно говоря, я даже не знаю, как Лансер здесь мог ещё больше запейлиться. Он и забыл о том, что там может быть Никс, в итоге он умер. Он и не смог забрать Рошана, потому что после того, как он умер, его забрал Никс. А так как рядом больше никого и не было, то Никс забрал и Аегис, который выпал из Рошана. Более того, после этого они вернулись с Легионкой, разбили Медас, который выложил перед этим Лансер, да ещё и Курьера забрали, который Лансер отправил за своим Медасом. Одно я могу вам сказать точно, оказаться с этим парнем в одной команде я бы точно не хотел. Но если бы только я сам за Вингу играл, тогда ещё может быть. А этот эпизод начинается с динамичной погони, Тинни и Путш преследуют Дизрафтера, Путш кидает Хук, попадает Дизрафтера, но перед этим юзает Рот, в итоге этот, короче, все сдохли, кроме Тинни, но при этом никто не получил ни за кого ни голды, ни экспы. Причём, если вы подумали, что это очередной даблкил от Сатиры, который в нашем шоу же делал даже ультра-кил, то вы ошибаетесь. Здесь сначала Путш заюзал Рот и покончил сам с собой, а потом уже только Сатир прикончил Дизрафтера. И в итоге остался только Тинни с взрывающимся шаром над головой. А здесь команду Сил Тьмы уже гонгают под Фонтаном, но в итоге они решают собраться все вместе и навалять врагам, пытаются убить Виверну, но Виверну успевает ультануть, в результате чего СФ и Некрофос переключаются на Герокоптера, но в итоге Герокоптер оказывается задинаен. Довольно странное дело, не так ли? Ведь смерть Герокоптера должна была зачеститься килом Виверни, но в итоге она оказалась динаем. Но те из вас, кто внимательно смотрит буквально каждый выпуск этого шоу, наверняка помнят момент с Кристалкой и Траксой из одного из выпусков, где произошло практически то же самое. Дело в том, что пока последняя тычка летела от Некрофоса к Герокоптеру, ульта Виверны спала и в итоге ему зачелся Динай. Ну и напоследок лайтовый моментик с Эмберспиритом, который оставил Ремнант рядом с базой, и решил, что он находится в полной безопасности, но как бы не так. Весьма расфармленный Вивер выпускает на Эмбера кучу жуков, пара тычек, и у Эмбера уже практически не остается ХП, но благо его спасает Ремнант, который стоял рядом с базой, а нет, все-таки не спасает. Что это было, могут спросить некоторые из вас, да это же классическая, пролетевшая через полкарты за своей целью, тычка. Перед тем, как Эмбер успел отправиться на Ремнант, Вивер успел выпустить в него последнюю третью тычку, которая таки долетела до самого фонтана. Но на этом невезение Эмбера не закончилось, оказалось, что тычка, выпущенная в него перед самым полетом на Ремнант, была критовой, и в итоге она без проблем убила его, догнав на самом фонтане. Как я уже много раз говорил, в доте нигде нельзя себя чувствовать в полной безопасности, даже у себя на базе. Ну и на этом на сегодня все, не забывайте ставить лайк на Ютьюбе, как обычно, тем, чьи фейлы попали в выпуск, мы выплатим по 228 рублей. Ну а я с вами на этом прощаюсь, с вами был Игорь Линк, до встречи на дне примерно через неделю. Всем пока!